Нижегородский старт Насколько тяжело было принять решение перейти из Хабаровска на Край Света, в Нижний Новгород? На Край Света? Я на Край Света считаю, что Хабаровск край света. Пацаны смеются, что из Луны прилетел на Землю и даже так бозмаревывает Россию. Да нет, тяжело. Ну, вот ради выступления в чемпионате мира готовы вы принять другое гражданство? Думаю, да. Было ли когда-нибудь во время игры по-настоящему страшно? Да нет, страшно-то не было. Волнение было, да. А кто сильнее? Евгений или Денис Курев? Даже не знаю, мы как бы разноплановые игроки, мы более техничные, более легкие. Вот Денис, ответите на такой вопрос. Вы полностью адаптировались к московскому времени? Да, за неделю. Вот что есть такое на Дальнем Востоке, чего вам так не хватает в Нижнем Новгороде? Икры, красные икры, рыбы. Китай совсем рядом от Хабаровска. Часто ли вы там бывали? Они один раз всего с командой уезжали на остров отдыхать позапрошлый год, на остров Ханяне. А так, мне вообще не нравится. Страна, народ. Китайцы по-бородски могут что-то увидеть, что смотрят. Денис, вот такой вопрос задается. Слышите ли вы во время матча, что кричат с трибуны болельщики? Или вы полностью в игре? Канзо Мини слышу, а когда играю, слышу. Ну, что именно кричат, не слышат, только гул. Ну, после Волги на матч не слышал, что кричали. Можно не сказать, что? Болельщик-мастер задает такие вопросы. Чем команда «Старт» выгодно отличается от ваших предыдущих? Вопрос не финансовой плоскости. Даже не знаю, но мне кажется, все равно, я уже говорил, что хабаровские игроки более сильные, наверное. Ну, не на много, но все равно отличается класс игроков. Как бы, ну, в «Старт» я считаю, что дух, коллектив, как бы, подружнее, посплоченнее. Как бы, после поражения все вместе, даже сейчас всем, вот, стыдно, обидно за такие игры. Ну, все равно. То есть вы сейчас говорите про последнюю игру, которая была в Кирове. Да, ну, если можно. Вы хотите, можете. Да, я хочу извиниться лично от себя, от всего коллектива за такие игры. Думаю, в новом, в 2011 году такого не повторится. Нам действительно обидно и стыдно за такие проведенные матчи. Думаю, из всех игр, которые мы сыграли в этом году, стыдно только не будет после Енисея, а остальные игры мы просто провалили. Поэтому извините нас, пожалуйста. Нам действительно стыдно перед вами. То, что видели в Кирове, когда болельщики разделись двое, мы не знаем, кто именно, но действительно... Это панда Юсуса, если так, не болельщики. Спасибо, конечно, что вы приезжаете в все города, особенно в Вася, в Филин, да, в Хабаровск приехал. Спасибо, это вообще очень приятно. Я впервые вижу такое, в Хабаровске как бы такого не было, что болельщики въезжали. Спасибо, и постараемся в 2011 году порадовать вас победами. И самое главное, красивой игрой, содержательной. И вы увидите, что мы действительно умеем играть, но почему-то у нас не получается сейчас. Даже на Кубке мы выглядели почему-то сильнее, чем сейчас. Имеем в плане командной игры и коллективной. Ну, то есть, все не получается с игры здесь у вас или что? Да даже не знаю, что у нас происходит, мы как будто не знаем, куда нам бежать. То есть, на тренировке одно происходит, а на игру вы ходите? Да, нет такого, ни командного отбора, ни командной атаки, как бы в атаку бежим один-два, но это не помогает. Ну, спасибо, Денис. Денис, вот еще такой вопрос. Существует ли внештартная конкуренция между новичками за ЗМА и лучшим нового нации команды? Не знаю, я не думаю, что сейчас что-то существует. У нас одна цель – помогать команде, чтобы команда была немного выше в этом сезоне. Вот, Денис, вот если бы вам поступило предложение на текущих условиях играть за старт до 2020 года, согласитесь? Я думаю, да. С кем игроков старта у вас сложились наиболее дружеские отношения? Вот за это время, что вы провели старт? Ну, наиболее, наверное, с русскими людьми, как бы мы сразу так раз-раз и подружились, и очень тесно, и в поездке вместе с ним живем. А так, со всеми парнями, я уже говорю, что коллектив у нас очень дружный. Нет такого, кому-то я отношусь плохо, кто-то между собой воюет, как было и есть, ну, в других командах. Но здесь у нас общаются, все друг с другом общаются хорошо, дружим. Спасибо, Денис. Вот вопросик такого характера задает Сергей Баштынов в интернете, как Сармавич. Вот вы в Нижний Новгород привезли всю семью, включая тещу. У вас, наверное, с ней очень теплое отношение. Ну, да. А как зовут ее? Ольга, Ольга Викторовна. Вот Ольге Викторовне понравилось Нижний Новгород? Ну, да, ей очень нравится. А что конкретно понравилось? Да вообще город что... Ну, а женщинам что может нравиться? Магазины, много магазинов, большие, крупные магазины. Вот по приезду с вездных турнеев или после победных матчей, готовит ли теща вам что-то особое из еды? Или готовит жена? Ну, как бы сейчас жена в моем положении больше готовит тещи. Теща после поездки пирожков постоянно. Так-то постоянно меня кормят, не худеет. А вот в вашей семье есть победное блюдо? Победное? Да. Пельмени, наверное. Вообще, детство проиложное, что у нас в семье, когда живут с родителями, всей семьей садились, делали домашнее пельмени. И как бы я вот сейчас к пельменям... Здорово, здорово. Денис, вот теперь на городе киплет с опросика. Ответьте, пожалуйста. Любимые блюда? Пельмени. Любимый напиток? Напиток, напиток, напиток. Компот какой-то. Может... Любимый цвет? Цвет? Зеленый. Любимый город? Так, Хабаровск. Любимый фильм? Может, фильм? У меня много вот комедий, вот там, вот Тройка Вицы, Могунов, там, Операция Эль. Такие старые фильмы, которые можно по 10 раз пересматривать, все равно смеяться. Любимый марк автомобиля? Варцваген, Бург. Последние прочитанные книги? Книги, если честно, не читаю. Если бы Вы не стали христианом, то кем? Космонавтом. Космонавтом. Спасибо. Поздравляю Вас с наступающим Новым годом. Всех болельщиков поздравляю с 2011 годом наступающим. Пожелаю, прежде всего, здоровья. Семьи нам благополучия, удачи во всех начинаниях, которые Вы начали в 2010 году, чтобы в 2011 у Вас все исполнилось, все Ваши мечты. И приходите, пожалуйста, на стадион «Старта». Валейте за нас. Ваша поддержка нам очень нужна. В гостях у нас был полузащитник Держгородского «Старта», мастер спорта «Нис Корик». Спасибо. Спасибо. Все.